Бюджет Щелкова на 22-й и плановый период 23-24-го годов преодолел этап публичных слушаний. Как и в прошлом году, из-за коронавирусных ограничений они проходили в режиме видеоконференции. Бюджет округа, точнее его доходную часть, определяет прогноз социально-экономического развития. Экономисты предусмотрели два прогнозных варианта – базовый и консервативный – на случай замедления темпов роста мировой экономики. При проектировании бюджета использовался базовый вариант прогноза, который учитывает естественный прирост населения, увеличение объемов промышленного производства ежегодно в среднем на 5%, динамику роста численности малых, средних и микропредприятий и другие параметры. А они по итогам 2021 года внушают экономистам оптимизм. По оценке в 2021 году ожидается рост промышленного производства к уровню 2020 года, который составит 120,8 млрд. рублей. Поэтому в прогнозном периоде предполагается рост. И к 2024 году отгруженных товаров по промышленным видам составит 149,9 млрд. рублей и 150,9 млрд. рублей по первому и второму варианту. На параметры доходной части бюджета округа отразилась продолжающаяся пандемия и, как следствие, определенное замедление деловой активности. Но даже в таких сложных условиях антикризисные мероприятия, проводимые администрацией муниципалитета, позволяют сохранить положительную динамику основных макроэкономических показателей. В результате взвешенного консервативного в какой-то степени подхода к формированию и исполнению бюджета нам удается завершить текущий год с профицитом. По предварительным расчетам бюджет городского округа по собственному налоговому и неналоговому доходу будет выполнен. Проект бюджета на 2022 год характеризуется подоходом в объеме более 11,4 млрд. рублей. В нем заложен дефицит в 24%, который будет восполнен за счет накопленных остатков текущего бюджета. Александр Фрыгин не исключил возможность падения поступлений в бюджет, но на этот случай в казне будет накапливаться резерв. Такая практика зарекомендовала себя в 2020 году, когда последствия пандемии были сглажены. В предстоящем году будут сохранены льготы по уплате имущественных налогов для организации бюджетных сферы и отдельной категории физлиц. Увеличены расходы на развитие малого и среднего предпринимательства, при том, что более 60% всех затрат, а это 7,5 млрд. рублей, предусмотрены на социальную сферу. По расходам бюджет сформирован в сумме более 12,3 млрд. рублей и распределен по 18 муниципальным программам. Самая затратная статья – «Образование», где по новым нормативам увеличены расходы на организацию питания школьников. 120 млн. рублей заложено на капитальный ремонт и техническое переоснащение ДК имени Чкалова и Дом офицеров в Монино. Внушительные средства – миллиард рублей. Бюджет закладывает на формирование современной комфортной городской среды. Ремонт дворовых территорий и подъездов, модернизация уличного освещения, обустройство детских площадок и территорий у железнодорожной станции. Бюджет предусматривает расходы на проектирование и строительство участка дороги от Восточной промзоны до выхода на Афряновское шоссе, а также средства на создание моста через реку Дубенка в деревне Маврино. Замечания и предложения, высказанные участниками публичных слушаний, администрация приняла к рассмотрению. После утверждения Советом депутатов бюджет будет принят к исполнению. Рекомендуем Совету депутатов городского округа Щелково рассмотреть предложенный проект бюджета на заседании Совета депутатов городского округа Щелково. Соответствующие все результаты публичных слушаний будут опубликованы в восстановленном порядке. Депутаты рассмотрят параметры нового бюджета на одном из декабрьских заседаний. Михаил Налютов, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.